Приветствую, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня мы с вами на выставке «Рыбалка. Охота. Туризм 2020», которая проходит в Киеве. Прежде чем начать снимать видео, я обошёл все стенды и сделал вывод. 90% всего, что презентовалось, по цене не для среднестатистического украинского рыбака. По этому видео я старался показать именно то, что понравилось мне и что полезно было бы увидеть вам. А для производителей рыболовных принадлежностей хотел бы порекомендовать. Попробуйте прожить на среднюю зарплату в Украине и на оставшиеся деньги, которые у вас останутся, купить какие-либо рыболовные принадлежности. Вот когда у вас это получится, тогда вы завоюете весь украинский рынок. Друзья, людей здесь очень много. Все хотят ходить на рыбалочку, все хотят получать удовольствие. И все хотят увидеть поклёвку, насладиться природой, отдохнуть и получить кайф. Поэтому столько людей. Представляете, тут и рыбасский рай наш, и флагман, фаворит, ибис. Это такие акулы, скажем так, нашего украинского рынка рыболовных изделий. Вот, друзья, смотрите, нашел даже потапы. Представляете? Вот в Одессе их не найти, а здесь они есть. Контрабанда. Да, контрабанда, да? Скажите, почем потапы? Оптом или в рознице? В розницу, потому что оптом я буду брать, а в розницу продавать. Почем в рознице? 25 гривен. 25 гривен, да? Да. Ну, хорошая цена. Отлично, да. Как пирожки и горячие. Как горячие пирожки, абсолютно правильно. Спасибо. Скажи одним словом, анаконда это? Это клево. Скажи громче, пожалуйста. Анаконда это клево. Аллилуйя. Айпотекай это? Это клево. Это просто клево. Супер. Вот это наши любимые кормушки, которые мы используем на Днестрии, они с шипами. Квадратные, овальные, любого громожа. Вот это класс. Скажите, самую классную для ловли щупки. Вот самое-самое-самое. Я думаю, что для щуки, особенно большой щуки, нужны большие приманки. Это должен быть твистер или виброхвост. В данном случае я говорю о твистере, потому что самая универсальная приманка для голода щуки. Твистер называется Mighty Craft, в размере 4,5 дюйма. Лимон, это как провоката. То есть щука очень любит яркие, провоцирующие расцветки. Он очень эффективный по щуке. Возможно монтировать на любых монтажах. Жигалок, овсетный крючок, стопорный монтаж. Как кому нравится. Спасибо. Привет, Слава. Привет. Рад тебя видеть в этом высочном центре. Расскажи, что ты представляешь. Мы представляем магазин Рыбацкий рай. Это наш детский магазин. Есть представительство в Киеве. И на нашем стенде представлены продукты бренда Golden Ketch, Calypso. Ну и представительство в Киеве. То, что мы представляем. Куча новинок. Куча. То есть есть все, что представлено в магазине. Мы показываем это здесь. Чтобы каждому прийти, попробовать. И плюс у нас сейчас действует акционная цена. 20% на все скид. О, круто. Слава, скажи. Вот Рыбацкий рай. Это что? Двумя словами. Это? Это магазин, где можно купить все для рыбалки. Значит, катушечка Tika Fintermenter. Это новинка была прошлого года. Она была представлена в Украине в августе месяце. Сразу же я взял себе в пользование. Их 4 штуки. И там дальнейшие соревнования. И все рыбалки. Я отъездил с ними. То есть больше у меня не было никаких. Ну, я считаю, что за цену там до... Полутора тысяч гривен. У нее нет конкурентов вообще на рынке. Она реально идеальная вот для меня. То есть здесь есть. Вон кастовая шпуля, которая с идеальной вкладкой. Причем, которая позволяет сделать дальний заброс. Здесь есть две клипсы, которые очень помогают при ловле фидера. Можно заклипсовать две дистанции. Клипсы правильные, подпружиненные. Все как положено. Есть защита подшпульного узла. Такие пластиковые. Такая накладка, чтобы подшпульный узел не попадала леска. Либо шнур. В комплектацию входят две гайки фрикциона. Обычная вот эта вот. И есть быстрая гайка фрикциона, которая заменяет битранер. То есть там четверть оборота, шпуля полностью ослаблена. Четверть оборота в обратную сторону, шпуля полностью. То есть и регулируется эта все гайка. Битранер есть на ней? Что? Битранер есть? Нет. Вот как раз вместо битранера вот эта шпуля, гайка дрессера фрикциона. То есть вот так это выглядит. То есть когда мы делаем заброс, мы сделали пол оборота, затянули шпулю. Ну опять же, усилие, с которым оно затягивается, можно настроить изначально. Вот. Потом мы сделали заброс, провернули гайку на четверть оборота. Все, вот вам битранер. То есть три подсечки мы подсекли, сделали пол оборота, все, шпуля затянута. Фрикцион настроен так, как вы его настроили изначально. Все. То есть это как замена битранера. Семь шарикоподшипников. Что еще про него забросить? Силовая ручка. Очень удобный кнопок. Непривычный, но очень удобный. Он всегда опускается в данное положение. Его удобно схватить, то есть он не выскальзывает из рук, прорезиненный. Катушка очень тяговая. Передатка у нее 5,2, то есть она хорошо подходит для фидера. Но тем не менее, несмотря на эту передатку, она справляется с кормушками до 130-140 грамм без проблем. Ну и самое главное, у нее есть 4 размера у этой катушки. Но чтобы не вводить его в заблуждение, это не обычные размеры, как маркирует Dive, Shimano или еще кто-либо. Здесь 2, 3, 4, 5 тысяч, но это означает вместимость шпули. То есть шпуля у всех одинаковая, диаметр шпули одинаковый. А глубина шпули разная. То есть пятерка самая глубокая, в данном случае это пятерка, это самая глубокая шпуля. Двойка самая мелкая. То есть если мы ловим на фидер шнур, используем, то мы берем двухтысячную и ее с головой. То есть она подходит или спортсменов, или любителей, да, я понимаю? Конечно. Ну, цена достаточно демократичная, там на выставке она сейчас стоит около тысячи гривен. Мне, как спортсмену, она перекрывает все возможные условия там ловли. Подходит под все. Любителям она, конечно же, тоже подает. Понял, спасибо. Пожалуйста. Так, друзья, это стенд «Фанатика» и с нами Юрий Петруш. Здравствуйте, Юрий. Привет, друзья. Расскажите, пожалуйста, просто мы знаем про ваш силикон все, а вот про ваши прикормки ничего не знаем. Что-нибудь, пару слов. Ну, у торговой марки «Фанатик» на самом деле есть три большие гордости. Это силиконовые приманки, это свинец и прикормка. Не для кого не секрет, что любителей ловли карпа и карася гораздо больше, чем любителей ловли хищника. И поэтому мы решили не оставлять без внимания любителей мирной рыбы и выпустили две серии прикормок. Главная особенность наших прикормок – это то, что мы туда никогда не кладем никакого мусора. Если туда положено в рецепт положить определенное количество сухаря, кукурузы и других ингредиентов, там всегда лежат эти ингредиенты, они всегда лежат в нужном количестве, в одинаковом качестве, с лучшими аттрактантами и с лучшими подсластителями. И благодаря честному и постоянному составу популярность наших прикормок всегда растет. Не будем останавливаться на каждой прикормке отдельно. Почему? Потому что в разных регионах разные предпочтения у рыб. То есть где-то лучше всего там идет карп слива, где-то лучше всего идет плотва пулемет. Я думаю, что благодаря невысокой цене эту прикормку может себе позволить купить любой рыболов. Школьник, пенсионер – не имеет значения. И сколько бы я ни рассказывал, сколько бы кто-то ее ни рекламировал, самая лучшая реклама – это когда переходит из уст в уста. Я думаю, что все рыболовы успели попробовать, протестировать и сделать свои личные выводы по данной прикормке. Все, что я могу обещать, что вот она всегда будет в таком качестве, в таком составе. И если вам понравился какой-то определенный вид, вы можете быть уверены в том, что он такой будет всегда. Приманки, которые ловят всегда и везде, не существует. Никому не верьте, ее не существует, потому что если бы она существовала, рыбы уже не осталось. Каждый раз на рыбалке, когда особенно не клюют с этим, сталкивались многие рыболовы, и начинаешь думать, что бы добавить к существующей приманке, что бы изменить. И учитывая, что приманок и так большое множество, все равно находишься в поиске. Последняя приманка, которая произвела фурор лично у меня, и, конечно же, мы ее предложили людям, это новинка 2020 года, которая вышла в конце 2019-го. Это приманка «Бандит». Я ее очень люблю, она мне очень нравится, а главное, она очень нравится рыбе. Как я это определяю? Я всегда это определяю по характеру поклевки. Если вот приманка в шахте, это значит рыба, не думая о ее, вот знаете, как человек, когда с пальцами хочет бутерброд откусить, вот значит, это оно и есть. Самые горячие новиночки вам расскажу. Первое, для меня это самое долгожданное удилище, которое я ждал очень долго. Это шамановские Aero, их седьмые. С сезона 2020 компания Шамана смещает все, что у них есть для фитерной рыбалки и будет выпускать их под суббрендом Aero. Это топовая модель, их седьмая у них. Они сейчас сняли с производства две модели удилища. Это Speedcast, которая была лучшая, считалась, и модель Ultegra. Вот, сейчас вот так вот выглядит топовое шамановское удилище. Цена такого удилища будет порядка 450 евро. Здесь стоят лучшая фурнитура, тонкие, но очень крепкие бросковые бланки с прекрасными кассинговыми характеристиками. Вот такая вот фишечка еще, то, что нижняя камлевая часть может открутиться, и сюда еще добавляется точно такая же рукоять. Если кому-то не хватает хвата, вот, пожалуйста, больше хват, дальше заброс. Также еще одна вот такая вот интересная ноу-хау от компании Шамана, это то, что удилища поставляется не как все в комплекте с тремя кувертипами. Они просто поставляются в комплекте с тремя кувертипами разной жесткости, плюс с тремя коленами разной жесткости. То есть вот это вот продается уже, в комплекте идет вот такой вот комплект, они склеены. То есть кувертип не меняется, меняется колено. Три колена отдельных? Да, да, да. К сожалению, это плохо сказалось на цене, но на, как бы, характеристиках бросковости, вязания рыбы, да, вообще комфортной рыбалки, это сказалось, конечно, в лучшую сторону. Вот. Ну и расскажу еще о... Какой тест удилища? Там тесты будут самые разные. Сейчас представлено две верхних модели, это 3,920 и 3,900. Это будет верхняя. Мы их просим сделать, поскольку наш рынок это все-таки удилища с большим тестом, просим их сделать там модель 150-160 грамм. И расскажу еще о новиночке нашего бренда Абрайн. Модель Storm. У нас очень давно уже была такая модель. Очень узнаваемое удилища, очень мягкие. Мы их позиционировали, собственно, создавали для того, чтобы сделать... Закрыть задачи флэтфидерной ловли. Но вот такое, с немножко европейским акцентом. То есть они были мягкие, для ловли на коротке, для изящного вываживания, для получения удовольствия от рыбалки. В общем, старое удилище осталось старым. Новое... Кроме названия, ничего себе не впитало. Совсем другой бланк. Он стал более злым, более жестким, более сухим. Лучшая фурнитура на порядок. Катушка-держатель типа скелетон. Очень тонкий Slim Blank. В общем, удочка, я не знаю, просто... Так, а у него тест какой и рост какой? На данный момент представлено 4 модели. От 3,6 метров 70 до 3,9 метров 120. Я думаю, что на следующей выставке представим еще модели 150 и 180 грамм. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, и еще скажите, пожалуйста, вот компания Brian, это, вот в двух словах, это что? Это украинский производитель. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас самое-самое-самое новое? Вот то, что самое-самое-самое, мы представили именно на этой выставке. Оно еще не продается, оно в дороге, появится через месяц-полтора. Я думаю, эта удочка точно завоюет свое место на рынке в этом бюджете, потому что за такие деньги, по такому качеству, давайте я вам лучше покажу. Это Spinning Select Nitro. Оно, удилище в первую очередь для джига предназначено. Также здесь есть три удилища, которые подойдут для твичинга. 30-модульный карбон, классное сухое удилище, быстрый строй, дизайн сдержанный, ничего лишнего, строгий, удобная ручка, хорошие кольца стоят, противозахлестный тюльпан. Цена всего лишь 900 гривен. Эта цена, это не выставочная, это рекомендованная цена. Когда она поступит в продажу, на выставке будет еще минус 15%, но это уже так, на перспективу. Это то, что мне очень нравится, то, чем я уже много отрыбачил предсерийными образцами, уже серийными образцами, это вот уже законченный серийный образец, который скоро у нас появится. Но, как бы, на видео, ну, вот, просто попробуйте сами, на настрой, не знаю, там. Ну, жестковатое такое, как по мне. Ну, это для твича, чтобы было удобно подрывать. То есть, если написан тест, например, что до 18, это значит, я возьму 18 грамм и какую-то приманку небольшую, и оно не будет проваливаться, не только на забросе, но и на подрыве. Кстати, первые образцы того же силикона, который у нас появился, я тестировал именно на Дисне. Ну, так совпало. Понятно, что на платниках легче ловить или легче понять, что рыбе нравится, не нравится. Но, скажем, фрик, селект фрик, это приманка, которая у нас появилась буквально недавно, вот, именно ее я тестировал на Дисне. Вот, ей не нужно какая-то супер требование к анимации, она очень проста в управлении, ей не нужно, там, тяжелые веса, чтобы завести. Она работает даже на неогруженной оснастке. То есть, просто овсетник, она уже включается в работу, эта приманка. Покажете? Да. Вот, скажем, то, чем я предпочитаю ловить щуку. Это вот, если твистер, селект фрик, это я взял больший размер, потому что для щуки, ну, как бы, для нормального размера, не вижу смысла мельчить. Потому что даже на такой размер ловится мелочь, там, до полкилограмма. Вот специфическая форма хвоста, вот, за счет вот такой формы, вот, широкой части, вот, именно в этом месте. У него, получается, вот, игра, скажем, вибрация подобна виброхвосту, вот, именно вот, вот этой части. А на, скажем, хвостик, вот это тонкое окончание, имеет такую струящуюся игру в конце. То есть, здесь основная вибрация идет, а здесь идет такое, именно вот, то, что любят в твистерах, чтобы игра струилась. Форма здесь специально такая, для того, чтобы, ну, опять же, это не для речки больше применимо, а для стоячей воды, для мелких водоемов, для платников в том числе, очень хорошо. Когда ловят на жесткой оснастке, это или штопор, или джиголовка, получается, на паузе, вот это, скажем, вот эти плавники, крылья, они повышают время зависания приманки на паузе. То есть, она дольше падает. А именно для щуки это очень важно. Именно это может быть решающим фактором для атаки хищника, чтобы она добила. И, опять же, в плане силикона, для трофейной щуки виброхвост мне нравится больше. Это, кстати, наш новый цвет, новый лох, мы его обновили. Это селект бузер. Именно на эту приманку я, наверное, больше всего щуки поймал, что, ну, на диком водоеме. Тут, в чем, опять же, особенность, это игра на самых легких весах. То есть, 4-5 грамм, когда вы делаете паузу, вот за счет вот именно вот такой формы, именно вот такой формы пятки и всего остального, приманка, игра хвостика не прекращается до полной остановки приманки. То есть, если, опять же, взять, опять же, не хочу сравнивать. В общем, то, что мне нужно для ловли щуки, здесь есть все. Я ставлю 5-6 грамм, делаю паузу, какие-то зависания, и у меня хвостик на паузе продолжает играть, пока приманка не упадет на дно. Опять же, для щуки, я считаю, это то, что нужно. Покажите, пожалуйста, саму эту, как она называется? Select Booser. 3,3 дюйма. Сейчас уже мы ждем образцы большего размера, 4 дюйма. Ну, опять же, я хотел бы сказать, что для более крупной рыбы, но именно на этот размер я уже ловил и пятерки, и шестерки попадались рыбы. И, как бы, это не слова, все эти отчеты я публикую из себя на страничке в Фейсбуке, можно посмотреть. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще раз, скажите, пожалуйста, вот для вас, двумя словами, Select это... Это... Select это приманки, которые, скажем, проверенные приманки, которые рабочие приманки по доступной цене, которые позволят любому рыбаку подобрать нужные для того, чтобы поймать свой трофей. Супер, спасибо большое. Ловите рыбу, получайте удовольствие, не мусорьте на водоемах, потому что нашим детям там потом рыбачить тоже. И так и... И никогда не пользуйтесь браконьерскими снастями. Я очень часто встречаю на воде сети, по возможности с товарищем мы их всегда режем, звоним в инспекцию, не всегда это помогает, бывают проблемы, опять же, с теми же браконьерами. Иногда надо быть осторожным, потому что ребята не просто так это делают, но главное, все зависит от нас, от вас. Если мы будем себя правильно вести, будет рыба в наших водоемах, и мы сможем в будущем получать удовольствие от прекрасного такого процесса, как рыбалка. Все для клево, это клево. Именно для подписчиков все для клево. Рекомендую покупать правильные вещи, то есть есть такая поговорка, нам не надо дешево, нам надо хорошо. И так же поддерживать тех производителей, которые платят налоги, делают хорошие, адекватные вещи по адекватным деньгам, ну и заботиться о своем здоровье и окружающих. То есть убирать за собой на водоемах или даже за кем-то другим, если получается, есть для этого мусорные мешки. Для любителей метод филлера увеличенный диаметр шпули, у нее по бортику 62 миллиметра, для того, чтобы понятно было. Она с бесконечником, вот, быстрый фрикцион, что карпятники, я думаю, оценят, и силовая передача 4,7 к одному. Но одна из фишек этой катушки, это то, что у нее в комплекте с ней идет запасная шпуля, которая тифоновая. Данный материал позволяет использовать как шнуры, так и леску с одинаковой эффективностью, потому что трение минимальное. Практически нет? Практически нет. И она немного легче идет бюро-алюминиевая. Скажите, а цена ее какая? 2,270. Короче, чуть-чуть меньше 100 баксов. Меньше 100 долларов, да. Понятно. Но катушечка получается бюджетная. Бюджетная, так и, опять-таки, для любителей тяжелой фидерной рыбалки приехали новые удилища с тестом вплоть до 250. 180, 200, 230 и 250. Но это на фоне того, что есть удилища с меньшими тестами от 75 грамм сейчас. Трабука это? Это бренд, созданный чемпионами. По прикормке, ну, можно сказать, раминка этого года. Это у нас карась, чеснок и фрец. Поскольку мы ее запустили поздней осенью, поэтому на весну это является как бы новинкой. Ну, и из последних, опять же, новинок это у нас метод фидер кальмар, метод фидер клубника и метод фидер шоколад. Мы ее, конечно, запустили в прошлом году, опять в конце сезона, август. Поэтому для этого года она является новинкой. Ну, и, в принципе, уже хорошо себя зарекомендовала на водоемах. Отзывы только положительные. Опять же, рыбаки довольны. На реке прикормку для ловли тарани? На удивление, лещ-плотва. Хоть и называется лещ-плотва, но именно как раз тарань на нее клюет, ничего делать. Вот, именно по ранней весне. Там как раз достаточно мелкая фракция для того, чтобы работать в холодной воде. Поэтому это будет залог успеха. Хорошо. А карпа на Днестре? По карпу у нас есть несколько вариаций. Есть более дешевая серия. Ну, не дешевая, назовем ее стандартная серия. Это карп, карп-слива, карп-вулкан. Ну, это вулкан. Вулкан, он больше, наверное, по стоячей водоеме. Ну, он не по местрее, по стоячей, да. Но вообще, если уже говорить о карпе, то карп тоже больше в стоячих водоемах. Но и для реки у нас есть прикормка Гоу-Церии. Там идет более крупная фракция, которая меньше вымывается. Она дольше стоит в точке ловли. Ну, и, соответственно, это добавляет успеха. В нашем регионе, в основном в Одесском регионе, на Днестре любители ловят на горох. У вас есть какая-то прикормка, которая позволила бы им применять ее вместо гороха? Как альтернатива гороху? Конечно, конечно. Есть специально обученная прикормка, она же пелец гранулированный горох. Так, а ну, давайте посмотрим. Ага, вот он, вот-вот. Ага, все, вижу, вижу. Если горох в вашем регионе, это в самом тренде, это будет подходить вам самым лучшим образом. Для подписчиков канала все для Клева. Желаю удачного Клева. Пусть это звучит, как тавтология, но, чем не менее, удачного Клева. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о прикормках Фишдрима. Чем они лучше, чем все остальные? Всем они лучше. Давайте конкретнее. Конкретнее. Политика Фишдрима. Фишдрим работает по европейским технологиям. Как и в Европе, не добавляется жмых, отруби, всякие отходы от производства, которые нельзя. Есть сухарь, бисквит, пряники, кексы, все что угодно, плюс всякие зерновые и куча всяких добавок. В некоторых дорогих сериях, допустим, как IQ, лечь шоколад, есть бобы какао. Это, наверное, единственная прикормка, где добавляются бобы какао. Просто очень интересно. Так, в этом году это классическая была, это наша была самая, как бы популярная серия, доступная. В этом году появилась серия еще F1. Вот серия F1. Это новая наша, как бы, позиция. Мы ее не включили в каталог, ее нету в каких-то там брошюрках. Мы убрали ящики, добавили пакеты, добавили, чтобы не 10 было, а 15. То есть мы максимально сократили расходы на рекламу, на производство этой прикормки, для того, чтобы она была доступна по цене. То есть ее розницная цена 26 гривен, 25-26. То есть это как бы такой класс прикормок, для, чтобы она была доступна для всех. Чем отличается IQ от всех остальных в Сирии? Здесь больше по составу компонентов идет. Здесь идет больше печенья, больше бисквитов, пряников, чем сухаря. Здесь идут дорогие ароматизаторы и их больше по составу. То есть идет 4-5 видов всяких ароматизаторов, чтобы разные слои воды были заняты, чтобы привлечь рыбу с максимального расстояния. Здесь очень дорогое, как бы сырье. На сегодняшний день у IQ в Украине по составу, по качеству я думаю, что нету. Даже и близко. Донная посоветовал бы. Это то, что для плотвы именно, чтобы не ловить мелкую, а именно ловить достаточно крупную рыбу, крупную именно плотву, донная, можно ее смешать с гейзером. Она тоже. А гейзер же на реке не работает. Он по плотве работает. Он разбивает прикормку, она начинает бурлить и привлекает. И саму плотву, и обычную плотву, то есть можно донную с плотвой мешать и прекрасно ловить. Но у нас почему-то такое создаётся впечатление, что плотва хочет, чтобы была чёрная прикормка. Нет? Да, красить можно. Красиво. В домной есть преимущество, если ловить чистой донной прикормкой, нету мелкой-мелкой рыбы. То есть плотва вот эта мелкая, она ее пропадает, вернее, она ее отсеивает, она боится это жёлтое, яркое петло. Она, то есть по краям прикромки она ловится, а на самом пятне это ловится нормальная плотва, достаточно крупная. Крупная? то есть это, если плотва стала на точку и вы хотите увеличить размер, можно перейти на донную и это как бы поведёт. Есть водоёмы, где очень много мелкой рыбы. Вы кидаете прикормку, допустим, там при ловле карася и у вас сразу куча мелочей неледы. Чтобы избавиться от этой мелочи, вы просто прикормку потом увлажняете миласой, она становится больше инертной и не создаётся вот это безумное облако, которое со всей эту мелкую рыбу не привлекает с большого состарта. Вы закинули, она лежит и привлекает крупную рыбу. То есть вам чуть-чуть больше придётся подождать, потому что как бы нет этого облака мути, которое привлекает, но зато вы не будете мучиться с мелкой рыбой, что она вам не будет объедать от мотыля, опарыша создавать какие-то проблемы. Мы чуть подождали, сделали своё дело и потом начали ловить своего карася без проблем. Всё для кого-то хороших рыбалок, вернее, рыбалок, наверное, плохих не бывает. Если вы уже на рыбалке, то уже всё хорошо. Да, почаще выбираться на рыбалку, почаще ловить с хорошими смесями от Fish Dream использовать хорошие ароматизаторы, внимательно, конечно, мешать, пробовать всякие смеси между самой и разной прикормкой смешивать. То есть экспериментируйте, не бойтесь, экспериментируйте и у вас будет всегда улов, трофей, всё будет прекрасно. Всё будет клёво. Всё будет клёво, да. Есть костюм от Tomaru, это достаточно интересная и уникальная разработка, моя собственная. Вот, собственное производство. Это итальянская ткань Radius 4. Этот костюм состоит из брюк и куртки. Брюки имеют внешние выносные карманы. Сам костюм умещается полностью в кулаке. Он не только от комаров, он от любого вида гнуса. Это очень немаловажно. Так что его можно использовать как ветровку или как дополнительную запасную одежду. Он очень быстро сохнет и под дождём в принципе он не особенно намокает. Меня больше интересует жаркую погоду. Будет ли жаркую погоду, смотрите, если вы будете заниматься активным спортом, активным телодвижением, рыбаку? Конечно же рыбаку нет. Рыбаку как бы нормально. То есть до 22 плюс 25 в нём комфортно находиться абсолютно. Да, всё для клёвого, очень клёво. Супер согласен. У меня тоже ютуб-канал есть. Вы тоже блоги. Короче говоря, эту штуку нужно просто брать и понимать, что она как она работает. То есть это вещь, которая является универсальной. То есть не просто как бы от комаров, от гнусов. То есть это как бы дополнительный спортивный костюм, в котором можно находиться где угодно, там ходить. Если вы в сетки выйдете в какой-нибудь продуктовый магазин, у нас будет странно смотреть. А в этом костюме ну как бы в костюме спортивном. Хорошо, а розничная цена? Розничная цена, как бы я не хотел её сделать минимально, но если я использую высококачественные материалы, в данном случае это итальянская ткань, то и вот у нас 1400 гривен. 100 баксов? Ну грубо говоря, да. Но вы уверены, абсолютно чувствуете себя спокойно. Его можно дать, причем кстати на голое тело. Скажите, а он продувается? Он паропроницаем. Продувается со стороны условно говоря внешней, ну так, не сильно продувается, а как ветрозащиту тоже может работать. Также здесь посуда, интересная это кстати для плова. Казанчики таки серьезные. Доброго дня. Здравствуйте. Профессионные представители Trapper в Украине. Значит, по новинкам, сразу продаемся. Компания Trapper в этом году выпустила несколько серий новинок, в том числе в первую очередь на новую серию GSC. Спортивная серия, которая является 5 видов прикормки. Это озеро, стоячая вода, плотва, сулубная плотва, лящовая серия, речка с важной фракцией, ну и карп, линька, райс, то соответственно для озера, для остатков. Также есть данная серия представлена, материал из которого выводили, это основа, это рыбная мука, в основном цьем она очень клейкая, имеет соответствующий смак, GST серия новая, методная прикормка, она представлена широкой гамме, это макси блек, темная, так само она все едет на основе рибной муки, запахом смаком полуници мега куричнева мега браун так само с смаком мотеля ну и и ванильная без солодка серия ванильная методная значит также приезд новинки серии gold это сывек рыбная мука чисто и рыбная мука черная по наловле леща это вот такие насадочные перец с разными смаками разными запахами вот такие вот есть речки у нас изнаночный плюс плюс насадочные такие вот есть у нас дамблекс новая серия тоже самая резных размеров 8-10 миллиметров себе можно выбрать плюс плавающие бойлики попавчики вот 10 миллиметров подписчикам Селиклев обожаю всем хороших уловив и хороших трофеев дякую так это у нас фишспорт да так рассказывай цьогорока презентуем новый крем ликвид они имеют запах не сильный запах а больше смаковый эффект вкусовые качества дайте понюхать запах да очень вкусно натуральный натуральный криль фруктовый запах из квитов мают консистенцию концентрат как его применять прикормка замешивание прикормки пелец бойлы зерновие все что угодно надое надое сам смак какая концентрация сколько нужно для грамм если сыпуха прикормка грамм 200 на килограмм прикормки грамм 200 на килограмм да вот есть например готовые это года тоже готовые метод микс уже готовые полностью до этих ликвидов сделаны дальше можем презентовать желение кукурузы плавающие подгрузка размер восьмерка кукурузы и до десятый крючок именно ставы нажало не поднимая а ставы нажало дамблс да вот так дамблс восьмерку крючок и кукурузка десятого размера ставы шестерка нажало друзья так заканчивается наше видео надеюсь оно было вам полезным не все я осветил но то что мне больше всего понравилось я постарался вам показать поэтому следите за нашими видео и будьте на канале все равно всем удачи все хорошо пока пока